Уважаемые родители, меня зовут Заняковский Сергей Владимирович, я депутат Заглава Дельного Собрания от Октябрьского до Магдата. В период своей избирательной кампании я достаточно много ходил по дворам, общался с людьми и практически в каждом дворе слышал о том, что существует проблема наркотиков, и она очень актуальна. Актуальна настолько, что реклама наркотиков заполонила улицы. То есть какие-то люди ходят их прячут, другие люди ходят их ищут. И я вот как бы до этого даже не представлял, что такая проблема может существовать. И уже впоследствии, когда, собственно, победив на выборах и начал заниматься депутатской работой, я познакомился со Станиславом Горяйным. Хочу его представить, он возглавляет организацию некоммерческую «Ростов без наркотиков». И познакомившись с ним, он показал мне то, чем он занимается. Они занимаются тем, что у них есть реабилитационные центры, где проходят реабилитацию те ребята, которые попали в эту зависимость. И меня настолько вот эта его работа как бы впечатлила, я, собственно, попытался всячески оказывать помощь и содействие, которое, собственно, в моих силах этой организации. И некоторое время назад мы со Станиславом проводили такую совместную акцию, это, конечно, была его инициатива, я к ней присоединился. Она называлась «Очистим наши улицы». Это была акция, направленная на уничтожение рекламы наркотиков на улицах. Я даже вот понятия не имел, что этого настолько много. Мы прошли по улицам, и практически на каждом доме, на каждом заборе, или там через дом, вот эти надписи, которые рекламируют интернет-каналы, интернет-сайты, где продаются наркотики. И это настолько доступно, я вот просто даже действительно не представлял масштаб проблем. И мы когда переговорили, я вот решил, что вот обратился к директорам школ, поговорили со Станиславом, и решили, что может быть эта информация будет интересна как бы и родителям, потому что, вот как я в этом ничего не знал и не понимал, что вот такая проблема буквально под боком. И родителям тоже будет интересно, чтобы как бы понимать, да, то есть, увидев эту рекламу, может быть, даже взять там баллончик, закрасить ее. Или обратить внимание на то, что происходит там с детьми во дворе, с соседскими, со своими. И вот поэтому, собственно, возникла такая инициатива, поэтому мы пришли тут немножко, займем чуть-чуть вашего времени. Станислав как бы об этом расскажет. И мне бы очень, конечно, хотелось получить от вас обратную связь, насколько вам это было полезно и интересно, чтобы мы дальше понимали, есть ли нам дальше, да, смысл в других школах точно так же встречаться с родителями и вести вот эту такую просветительскую работу, да, чтобы проинформировать о вот этой проблеме, о вот этой опасности, чтобы мы могли как-то с ней вот сообща, вместе бороться. Я предоставлю слово Станиславу, с вашего позволения. Мы постараемся сегодня сильно вас затруждать, и мы подготовили интересную программу, покажем вам презентацию о нашей работе и деятельности той организации, которую мы возглавляем. И мы пригласили с собой специалистов, которые работают в наших реабилитационных центрах, они каждый день встречаются, беседуют, разговаривают с теми ребятами, которые попали в трудную жизненную ситуацию или стали наркоманами или алкоголиками. И они подготовили тоже маленькие выступления и перед вами выступят. Спасибо за внимание. Мы показали данную вам презентацию, чтобы вы просто вот увидели, сколько стоит времени потратить на человека, который уже попал в наркотическую или алкогольную зависимость, попал к нам в реабилитационный центр, ему нужны специалисты, психологи, психотерапевты. Но также мы разработали уникальную авторскую программу, где не просто человек находится полгода или год в стенах реабилитационного центра и не выходит. Мы стараемся, чтобы он ресоциализировался, чтобы он участвовал в спортивных мероприятиях, в патриотических, в социальных мероприятиях. И очень много людей именно через эти все мероприятия, они поняли, осознали и выкарабкались из той беды, в которую они попали. И сейчас хотелось бы и вам представить старшего преподавателя Южного Федерального Университета, психолога, психотерапевта. Но еще очень много у него всяких должностей. Он написал много книг. Ингелева Михаила Малисовича. В день, уважаемые родители. Я, вы знаете, я хочу просто с вами поделиться. Мы вот со Станиславом Викторовичем буквально там несколько дней назад с чувством, знаете, очень тягостного бессилия. Консультировали семью, где 11-летний мальчик попал в больницу четвертой передозировкой наркотиков. Нормальная семья, нормальные родители. Они как-то пытались строить собственную жизнь. И, вы понимаете, я до сих пор не могу отпустить вот это ощущение их беспомощности, когда они с этим столкнулись. Потому что, ну, для нас, в общем, для специалистов, мы много лет работаем в этой области. У нас хорошие результаты. Мы постоянно в этой сфере, ну, даже для нас это случай вопиющий, когда в 11 лет ребенок попадает с четырьмя передозировками подряд, в нормальной благополучной семье, в нормальной школе. И, к сожалению, эта тенденция не единична. 11 лет – это, конечно, безрядово, но 12, 13, 14 – они идут валом. Родители на работе, родители пытаются как-то строить свою семью, родители пытаются как-то строить социальное благополучие. А ребенок, а ребенок оказывается мишенью. Потому что вам кажется, что то, что рассказывают о наркотиках, то, что рассказывают вот эти вот акции, связанные с закрашиванием рекламы. Понимаете, вот мы сейчас выйдем, пройдем полквартала от школы, и вы увидите эти рекламы, вы увидите эти призывы, вы… Ну, хуже, когда вы это увидите в телефоне своего ряда. Взрослые люди должны понимать, что у них не сформировано чувство страха. Чувство страха какого? Чувство страха перед тем, чтобы что-то потерять. У них ничего нету. Все, что у них есть, это все дали им вы. Вы им дали одежду, вы им даете еду, вы им даете кровь. Ну, поэтому они ничего не боятся потерять. Когда вы говорите, что давайте научим детей бояться, у них не сформированное чувство страха. Им терять нечего. Они ничего не боятся. Кто в этом, ну, нельзя сказать, виноват, да, но вот у наших ребят, с которыми я провожу, там, да, агитирование, личное общение, беседы, у всех у них, начиная с возраста от 15 лет до 38, у всех у них нету такой элементарной вещи, как целеполагание и вообще понимание того, что такое цель. Почему? Потому что все, когда они жили, все делали кто для них? Родители. Поэтому они не приспособлены в миру. Вы все время им говорите, что им нужно делать, что они должны делать, как они должны выглядеть. Понимаете? Мы говорим о том, что делает город, Ростов все вместе делают. Сейчас кто-то задаст вопрос, кто делает? Мы, мы ростовчане. Мы делаем город здоровой нации, город возможностей. И говорим о том, что в стенах школы, о нашем будущем подрастающем поколении. О том, что мы вырабатываем у них навыки безопасного поведения. Не что он должен конкретно сказать, а как он безопасно может поступить. Обращать внимание нужно как на своих детей, на то окружение, с кем они общаются, то, как они себя ведут. И, конечно, надо обращать внимание на улицах, когда вы видите ту же рекламу. Не поленитесь, взять баллончик, закрасить. Видите, что кто-то пытается что-то прятать, искать. Также не поленитесь, сняйте телефон, позвоните, сообщите об этом, что это происходит.